Очень и очень больно, когда хотят человека толкнуть на землю, повалить вниз, чтобы его топтать. Но есть вещи и похуже. Дорогие друзья, я всех приветствую в очередной раз в нашу рубрику «Перспектива Тора», где мы рассматриваем разные аспекты жизни с точки зрения Торы, с точки зрения иудаизма. Сегодня про главу Баалотха. Глава Баалотха переводится с еврита «вознестись». Это является корень слова «возноситься». В этой главе происходит нечто, что настораживает нас. Дорогие друзья, вся книга Бамидбар, которую мы знаем, называется «В пустыне», четвертая книга Моисея, наши мудрецы называют ее еще и по-другому – книга чисел. Ведь в этой книге исчисляют народ Израиля и не один раз. Каждый раз, когда в книге Бамидбар считают народ Израиля, всегда говорится о том «поголовное исчисление», так называется исчисление, считают по головам. Конечно, приносили полшекеля. Каждый должен был принести серебряную монету, и так считали. Но, когда делали подсчет, Тора говорит «посчитали поголовно всех». И вдруг здесь, в нашей главе Баалотха, Моисей говорит «я нахожусь среди 600 тысяч евреев-пеших». Наши мудрецы заострили на этом внимание. Как это так? В этот раз, в нашей главе Баалотха, опять называется число евреев 600 тысяч. И вдруг мы говорим про пеших. Что же стало с нашей головой, с нашим разумом? Великий равен, который жил 500 лет тому назад, Моше Альщих, он говорит следующее. В этой главе, во второй части главы Баалотха, Тора повествует нам, что вдруг евреи стали роптать. Захотели мяса, вспомнили котлы, полные еды, рыбу, чеснок, лук и другие овощи, которые они ели в Египте вдоволь. И пренебрегают хлебом, который падает с небес. Мана. Каждый день Всевышний посылает свежий хлеб. Хлеб с небес. Хлеб, который едят, как говорят наши мудрецы, это хлеб ангелов. Пренебрегли им. И вдруг сказали, мы не хотим этот хлеб. Мы хотим мяса. Кто нас накормит этим всем? Альщих Акадош, он говорит, что когда евреи вдруг заговорили про все эти вещи, про физический мир, после того, когда они были на горе Синая, Моисей уже не может сказать, что это поголовное исчисление евреев. Не считает уже он по головам евреев, а считает, говорит, это пешие люди. 600 тысяч пеших, и я среди них. Народ Израиля опустился морально на низкую точку. И Моисей не может себе это объяснить. Совсем недавно получили Тору, стояли у горы Синая, сказали Всевышнему, на асе вы ничма, мы будем делать и будем послушны. И вдруг сейчас народ, который получил Тору, с которым общался Всевышний, они говорят, кто нас накормит мясом? Вдруг они заговорили про мясо, про физический мир, про материализм. И здесь Моисей говорит, здесь что-то неправильно с головой. Считать по голове я их не буду. Будем считать их пешими. Ну неужели это ошибка? Неужели нельзя наслаждаться физическим миром? Неужели иудаизм запрещает это? Нет. Иудаизм это не запрещает. Чтобы лучше понять, какая роль еврея между физическим и духовным миром, расскажу одну историю из книги Шофтин. В книге Шофтин, книга судей, рассказывает нам одну историю. До того, как жил еще царь Шауль, до того, как жил царь Давид, был у еврейского народа полководец, предводитель еврейского народа. Его звали Гидон. Гидону предстояла нелегкая задача. Ему надо было выйти на войну против медьянитов, против медьяна. Кого взять на войну, чтобы одержать победу? Кто эти храбрые люди? Кто пронесет победу? Всевышний дает совет. Возьми всех, все, кто пришли в твой отряд. Отведи их к реке. Пусть спустятся к берегу. И скажи им, пусть напьются воды. Посмотри, кто как пьет. И подели народ на две группы. Та группа, которая упала и устами из речки пила воду. Мы их не возьмем. А те, которые склонились, правда, ну а они взяли, черпнули воду из реки в ладошку и пили из руки, поднесли воду к себе и пили из руки. Вот они пойдут с тобой на войну. Получилось, что из тысячи храбрых воинов только триста пили из руки, поднесли воду к себе и пили из руки. И их берет Гидон в бой. И, конечно же, приносит победу. Дорогие друзья, в этом и заключается смысл юдаизма. Да, мы находимся в этом мире. Этот мир физический. Этот мир материальный. Но нам дали Тору. Нам Всевышний дал также голову и разум. Этим мы отличаемся от всего живого, что Всевышний создал. Разумом нашим надо поэтому держать свой уровень духовного развития и никогда не отпускаться, никогда не падать. Поэтому те люди тоже, которые хотели пить, ну они отпустились, да, но подняли воду на тот уровень, где у них разум, голове своей подняли воду и стали пить. Они преподнесли материальное для духовного и в этом заключается роль наших всех сынов Израиля. Все мы евреи. Мы берем материальные вещи, которые Всевышний создал для нас и делаем из этого заповеди. Служим этим всем Всевышнему. Преподносим материальное на духовный уровень. И таким образом мы евреи-победители. И это не случайно, что история про то, как еврейский народ упал морально и попросил мяса у Всевышнего, она написана именно в главе Беалотха, которая и называется по-русски «Вознесись, поднимись». Надо всегда знать, что мы обязаны держать уровень, и не только держать, а постоянно развиваться духовно. Моральный уровень у человека должен быть всегда наверху развиваться. и никогда не падать. Ведь когда мы падаем, это очень больно и очень обидно. Я всем желаю шаббат шалом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Субтитры подогнал «Симон»